Евгений Пригожин закусился с губернатором Свердловской области. Любой боец Севяковагда, приевший из Свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ты и прочее, прочее. Да, это точно. А губернатор Свердловской области Куйвашев, да, хорошая фамилия, а ответил Пригожин, в очередной раз Евгений Пригожин не смог пройти мимо Свердловской области, каждый раз ему все сложнее придумывать, к чему придраться, как еще обидеть наш регион. Ну, в общем, короче, он сказал, типа, иди, печешь котлеты, ну, там, иди и пеки, да. Вот, то есть он там детским питает, вы стряпаетесь котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся. Да, вот интересно, да, то есть между собой они закусились, и это же просто Пригожин, у него метла такая, да, безостановочно работает, а остальные, они также ненавидят друг друга, они также противодействуют, просто они не выносят ссоры с СБ, ну, и Кремлю вроде как это выгода, но на самом деле сейчас идет жуткая рубка, они ненавидят друг друга, поэтому присылайте телефоны их, сотовые телефоны, чтобы мы имели возможность с ними связаться, обсудить некоторые вопросы. Нас интересуют в основном, конечно, телефоны бизнесменов, сотовые, личные, это очень важно. Пригожин Свердловскому губернатору сказал, Сталин таких, как ты, просто расстреливал, я хохочу просто, представляете, что бы Сталин сделал с Пригожиным, вернее, он даже и не смог бы там возникнуть, что ж при Сталине был бы какой-то зычок-миллиардер, что ли, ну, это же просто смешно. Понимаешь, вот что в башке у этого Пригожиным, про кого-то Сталина вспоминает, блядь, жусь. И четверо зэков с оружием сбежали из тюремного батальона Минобороны, ну, вот мы уже говорили, что они там убежали 15 февраля, я так понимаю, что их до сих пор ловят, что ли. Лавров, знаешь, что заявил, вот вообще просто, он оказывается на встрече с чиновниками, заявил, внимание, у него, то есть у Путина, три советчика, Иван Грозный, Петр Первый, Екатерина Великая. Ну, если у Челак три таких советчика, то его надо немедленно в клинику ввести, в психиатрическую, а если он работает еще президентом, то его надо сразу мочить. Ну, понимаете, какие советчики-то у него. Просто уже на полном серьезе. Я думаю, серьезно этот Лавров говорит, почему-то Путин сумасшедший. Ну, действительно, ему советы дают Иван Грозный, Петр Первый, Екатерина Великая, вернее, его представление о них, неправильное представление. Ну, может быть, и Иван Грозный дает ему совет, потому что только с советами Ивана Грозного можно было заехать туда, куда Путин заехал. А вот Екатерина Великая и Петр Первый точно ему ничего не советовали, потому что они никогда не были такими идиотами. Вот пишут, что Ютуб заблокирует по требованию прокуратуры Владимира соответствующий иск. Зарегистрировали в Ленинском районном суде, да, на сайте районного суда города. Зарегистрировал иск к Ютубу. Заседание назначено на 2 марта. Прокуратура Владимира решила отличиться. Ну, посмотрим, какие будут результаты. Ну, я думаю, что если они обратились, они же не сами по себе этим скомандовали обратиться. Интересная, да, фотка прошла, да. Вот видите, Путин там приветствует. И на руке видны линии. Так что если у нас есть какие-то люди, которые увлекаются хиромантией, посмотрите эти линии. Можно, конечно, и в лучшем качестве взять, наверное. И, ну, там всё видно. Даже вот при моём минимальном, так сказать, знании узоров руки, да, я могу сказать, что перед нами ненормальный человек. Я не знаю двойника, тройник, удлинитель. Ну, что у неё с башкой беда, это видно по руке. Вот, поэтому и чтобы те, кто занимается хиромантией, посмотрели, я понимаю, то есть многие считают, это лженаука и так далее. Но есть общие признаки. Я далёк от мысли, что человек, его как бы биологическая волочка не влияет на линии, которые на руке. Поэтому и что там нет никаких общих признаков, что это результат случайности. Случайным не бывает ничего, запомните. Случайным, может быть, что-то нам казаться, потому что мы не имеем достаточно знаний. Если бы мы знали всё и обо всём, как демон Лапласа, то ничего бы для нас случайным не было. Всё было бы закономерным и проистекало из предыдущего. Так, ну, пишет, в России запустили печатный станок, чтобы закрыть дыру в бюджете. И вот очень важное сообщение. Восьмилетний мальчик разбился, катаясь на тюбинге в Москве. Четырёхлетний впал в кому, катаясь на ватрушке у Ледового дворца в Санкт-Петербурге. Это Андрей, 74, собирает такие вещи. Я про это, как ты говорил, про опасность этого катания. Но в этом году мы ещё не подходили. Или говорили, но как-то бессистемно. Я хочу предупредить, что каждый день уже сообщение о том, что какой-то ребёнок разбился на ватрушке, предупреждайте родителей, чтобы очень аккуратными были. Потому что эти тюбинги, ватрушки жутко травматичны. Они не управляются, санки как-то доуправляются ребёнком. Это вообще не управляются. Он сидит внутри, он не может ни затормозить, ничего сделать. Да, может катиться головой, стукнуться затылком и так далее. Так что исключить эти ватрушки и тюбинги. Или там не отпускайте, таскайте за собой. Но ни в коем случае, чтобы в свободном полёте не находился. Санки – это совсем другое дело. На них тоже может травмироваться, даже убиться. Но они хоть как-то управляются, тормозятся. Это не управляется и не тормозится. Вячеслав, никак не пойму, как без лидера, который по всем сношу координацию нас здесь, может быть начать действия по разоружению охранки. Это же не филораму сжечь. А почему действия должны быть не скоординированы? На каждом же этапе не надо людям подсказывать, что делать. Они знают, что делать. Как раз самое простое – это локальные боевые действия. Это самое простое. Почему? Я вам объясню. Давайте вот так, честно говорить. Там, где у нас перевес сил, мы берём власть. Там, где у нас нет перевеса сил, мы просто устраиваем шухер и держим всех до того момента, как мы возьмём где-то власть и со своим перевесом сил придём туда, где у нас его нет. Это абсолютно нормальная партизанская тактика. Ничего в этом такого сверхъестественного нет. Главное – ввязаться и ждать подкрепления. Это основное. А подкрепление от кого? От того, кто быстро поразил своих врагов и всё взял, всех рекрутировал, вперёд пошли туда. То есть, это может быть для какого-нибудь Пригожина или для Шойгу – это высшая математика. Для нас это абсолютно ничего. Посмотрите, те тезисы, которые были написаны к Хабаровскому восстанию, да? Ну, там всё чётко прописано. Можно, конечно, добавить. Там уже добавлено несколько страниц, пока мы это не публикуем, чтобы это было новостью для наших оппонентов. Продолжение следует...